Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! Хочу вас поздравить с этим радостным праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Дорогие братья и сестры, я сегодня находилась в мужском монастыре на литургии. Мы всей семьей причастились, так что я грешница причастилась, и слава тебе, Господи. Дорогие братья и сестры, хочу вам пожелать на этот радостный праздник, чтобы мы все имели такую крепкую веру, которую имели эти два апостолы, Петр и Павел. И как сегодня батюшка говорил на проповеди, что когда пришли в Гефсиманский сад за спасителем разбойники, то Петр вынул нож и отрезал ухо даже разбойнику. Он был такой ревностный. Я всем-всем вам и мне, и всем желаю, чтобы мы были ревностные по Богу, чтобы мы любили Господа, чтобы мы старались угождать Богу, любить Господа. И Господь никогда не оставит нас всех. Господь любит каждого человека, как своего родного ребенка. Господь за каждого переживает. Мы сделаем один шаг, а Господь к нам навстречу делает сто шагов. Дорогие братья и сестры, люблю вас всех, всегда за вас молюсь, благодарю вас за всех. Земной вам поклон, миленькие родники, за то, что вы у меня есть. Дорогие братья и сестры, в следующее воскресенье праздник Казанской иконы Божьей Матери. У нас есть чудотворная иконочка Божьей Матери Казанская. Эта чудотворная икона находится сейчас в Никола-Сольбинском монастыре. И там она будет на свой праздник. Мы также, дорогие братья и сестры, с отцом Александром будем служить в монастыре Никола-Сольбинском. Прошу вас, дорогие братья и сестры, мы будем делать веночек и четыре вазы, четыре больших красивущих вазы. И красивущий веночек чудотворной иконы Матери Божьей. Кто хочет помочь, помогите, дорогие братья и сестры, на цветочек, чтобы женщина-флорист сделала этот веночек. И мы отвезем в монастырь и положим, и украсим Матинку Божью, чтобы все паломники, чтобы все гости монастыря, чтобы все матушки монастыря молились о Матинке Божьей Казанский чудотворный, которая столько сотворила чудес. Вы не представляете, сколько эта икона помогает. И сколько мне Матерь Божья также в жизни помогала и помогает, и будет нам помогать, потому что это наша мама. Это наша и ваша мамочка. Миленькие родненькие, помогите на цветочке для этой прекрасной, красивой чудотворной иконы, чтобы она сияла, чтобы она была красавицей, красивой, чтобы все люди радовались. Икона будет в Николасольбинском монастыре. Но веночек мы будем здесь заказывать и отвезем, Матери Божьей, веночек и четыре вазы. Так что, дорогие братья и сестры, помогите на цветочке этой чудотворной иконе. Храни вас всех Господь!